Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот огромная карабище, вот такой вот карабас огромный, дошла почта Китая за 21 день. И здесь находятся два ТВ-бокса. Один V8, второй X96. Два должно быть ТВ-бокса по 2 гигабайта RAM памяти. Ну что, давайте приступим. Ну и конечно же откроем эту штучку. Кстати, вот здесь вот чай на пост, вот это E-packet. Не знаю, что это обозначает, нужно будет почитать. Вот здесь, я так понимаю, она у нас открывается. Итак, достали одну коробку и вот такую вот вторую. Коробка эта у нас пустая. Итак, где какая, непонятно. Так, мне интересно, наверное, X96, а вот это у нас обычный. Android 4.4 и винда у нас стоит, 8.1. Два гигабайта, 32 встроенной. В общем, этот ТВ-бокс у нас на две оси, а этот у нас просто Android 6, но очень мощный. Давайте вот этот ТВ-бокс распакуем в следующем видео, а этот распакуем сейчас. Посмотрим, что у нас здесь да как. Так, коробка у нас, значит, Smart ТВ-бокс. Сам ТВ-бокс очень маленький. И дальше, что здесь мы видим? Android 6, M-Logic S905X стоит, Cortex-A53, 4 ядра, 4K воспроизводит, 60 FPS. Wi-Fi 2.4, ну, в принципе, всё. Капец он маленький, очень-очень маленький. Прикольно. Сейчас всё рассмотрим. Так, есть у нас вот такой вот блок питания огромный. Есть вот такой вот пульт. Пульт очень, кстати, похож на мой. Есть у нас HDMI. Так, это у нас 3M скотч. Наверное, можно крепить на стену. Это у нас хрень какая-то. И инструкция. Инструкция у нас такая, слабенькая полиграфия, но зато цветной. Android 6. Смотрим, что это у нас такое. Я вот честно не пойму. Это какая-то инфокрасная платка. Не знаю, для чего она. Потому что, ну, вот здесь есть для пульта, как бы, да. А это зачем? Будем уточнять. И вот он, кстати, этот разъём IR. То есть, скорее всего, нужно будет подключать и куда-то выводить. Может быть, если он на стене висит. Потому что здесь вот крепление есть также. Ну, не знаю, посмотрим. И давайте блок питания ещё рассмотрим. Вот такой вот у нас блок огромный. 5 вольт, 2 ампера. Моденчально. И такой, я вам скажу, увесистый. Что у нас по самому ТВ-боксу? То есть, он очень компактный. Он очень маленький. Чёрного цвета. Вот это всё глянец. Пачкается. Но, кому это нужно? Вот это приятный материал. Значит, имеем здесь X96 модель, USB, USB ещё один и TF-карты. То есть, можно microSD. Два USB, я так понимаю, 1.2.0, другой 3.0. Здесь у нас IR, порт, AV-вход, интернет, HDMI и блок питания и оптический вход. Здесь снизу у нас модель X96, 2.16, 2 гигабайта, 16 родной памяти, крепления и ножки. Здесь сеточка, чтобы как-то хоть охлаждалась. Потому что греться немножко, но будет. Что, давайте теперь перейдём, собственно, к подключению. И посмотрим, что у нас да как. И также хочу вам рассказать про вот эти вот штучки. Значит, вот это скотч. Вы его крепите на заднюю часть вашего телевизора. Вот эту штучку вы также крепите вот сюда. Сейчас я вам покажу картинку и вы, собственно, всё поймёте. То есть, как вы понимаете, TV-бокс можно просто прикрепить к задней части телевизора. Чтоб он вам просто-напросто не мешал. Я думаю, удобная штука и очень-очень нужная. Итак, друзья, как видим, подключил я наш TV-бокс. И видим, он намного меньше. Он очень компактный. Подключил я полностью HDMI от своего старого TV-бокса. И подключил мышку. И с блоком питания он совместим. Вот этот Beelink M18. Значит, вот наше меню. Вставил я ещё карту памяти. Вот, как видим, она здесь показывается. Стоит у нас сразу здесь Google Chrome, Kodi, Twitter, Skype. Ну и, конечно же, сервисы Google также присутствуют. Давайте зайдём в настройки и поставим русский язык. И, собственно, посмотрим, какие языки ещё есть. Здесь мультиязычная прошивка стоит. Как видим, все языки присутствуют. Но нам нужно найти всего лишь один русский. Итак, русский, Россия есть. Отлично. Так, что у нас дальше? Личные данные, безопасность. Добавляем аккаунт. Есть пульт и аксессуары. То есть, можно Air мышку купить, которая идёт сразу как пульт с клавиатурой. Есть у нас специальные возможности. Есть у нас вот такое вот меню. И давайте посмотрим, что у нас, собственно, здесь стоит. Есть обновление системы. Потом есть общая информация. Вот, кому нужно, смотрите сами. Модель X96. Версия Android у нас 6.0. Marshmallow. Ну и, конечно же, вот эта дурацкая игра. На мышке, конечно, одно удовольствие в неё играть. Но, тем не менее, я проиграл. И номер сборки. Обновление системы от 1 июня. Отлично. То есть, новая приставка. Всё здесь хорошо. Но меня интересует, как мне зайти на флешку. Так, значит, есть у нас браузер, видео, музыка, apps. Заходим в apps. И нас здесь встречает вот такое вот меню. Меню такое сделано для того, чтобы, если вы пользуетесь воздушной мышкой, то было удобно её направлять и попадать, собственно, на ярлык. Как вы видите, здесь курсор большой. Будет очень удобно. Есть вот такая вот кнопочка Clean Memory. То есть, мы можем сразу очищать оперативку. Оперативки у нас здесь 2 гигабайта. И стоит 4-ядерный процессор, который IMLogic. Заходим в файл браузер. Видим здесь нашу SD-карту. И устанавливаем FS-видеобокс, который я скачал с ноутбука. Идёт установка. Приложение установлено. И, собственно, вот наше меню. Заходим в фильмы. Допустим, я хочу человек-чвейцарский нож. Кстати, охеренный фильм. Можете посмотреть, улыбнуться. Вот у нас, собственно, сам файл фильма. Нажимаю кнопку «Продолжить». Нажимаю «Видеопроигрыватель». И сейчас будет идти загрузка. Но я вам советую скачать MX4-плеер. Он будет лучше воспроизводить. И там доступно много кодеков. Собственно, мы всё видим. Как всё перематывается отлично. И всё у нас работает на ура. В принципе, данный ТВ-бокс стоит 35-30 долларов. И за такую цену, у кого нету смарт-ТВ, это вообще халява. Можете смело заказывать. «Человек-муравей» тоже отличный фильм. Тоже можете посмотреть. Опять же, можно всё перематывать. Всё грузится очень быстро. И, как видим, всё у нас чётко показывает. Я думаю, с ТВ-боксом всё вам понятно. Можно зайти в Google Chrome. «Лучший Китай ВК». И у нас сразу находит нашу группу. Группа ВКонтакте. Можете смело заходить и покупать всё, что вам нужно. Допустим, электронику. Здесь выбираете, допустим, планшеты. И у вас открывается список планшетов. То есть, очень-очень удобно покупать даже с группы. Удобно оформлено. И вы видите, это всё на своих экранах. Я думаю, суть понятна. Кстати, вступайте в группу. Ещё не вступил. Также можно зайти в Google Play Store, Play Market. Скачивать можно любые игры. Как мы видим, идёт у нас установка. И сейчас запустим и поиграем. Как видим, всё у нас случилось и получилось. Также, я же говорю, можете скачивать любые игры. И, собственно, всё у вас будет идти без проблем. Давайте скачаем CPU-Z. И я вам покажу начиночку. Рекомендую сразу купить к данной приставке клавиатуру с сенсорной панелью. Только сенсорная панель должна быть как на ноутбуке. Вот этот сам тачпад. Это очень удобно. Ссылочку я оставлю на разные варианты. Какая понравится по цене, такую и покупайте. Очень будет отлично и удобно пользоваться, когда вы, допустим, на диване. К данному ТВ-боксу можно также подключить микрофон, веб-камеру. И использовать полноценно, как обычный компьютер. Допустим, для скайпа. Мы видим, у нас 4 ядра. Вот они, все задействованы. Процессор у нас до 2,2 ГГц. Мали 450 MP стоит ускоритель. Здесь мы видим модель X96. И, как я говорил ранее, здесь стоит AIM Logic. Full HD у нас разрешение. 2 ГБ у нас оперативной памяти. И 16 флеш-накопитель. Я думаю, неплохо. По системе смотрите сами. Батарея здесь не присутствует, так как стоит блок питания. Итак, друзья, давайте я вам покажу, как с YouTube воспроизводится 4K. Заходим в просмотренные. И нажимаем вот это видео. Оно идет 4K. Как видим, все воспроизводится сразу. Качественные, красивые цвета. Но вы учитывайте, что у вас скорость интернета должна быть минимум 10 Мбит. Если скорость интернета будет по Wi-Fi меньше, то, конечно же, нужно будет подождать, пока YouTube сам прогрузит. Но у меня скорость 85 Мбит, поэтому у меня все летает. На данном ТВ-боксе я также устанавливал World of Tanks. И все работало очень-очень четко и качественно. Сейчас я вам продемонстрирую. Ссылки все будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok